МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без горячей воды могут оставить жильцов Казанской многоэтажки. Мы платим за воду регулярно. Правомерно ли отключение? Ситуация разбиралась Анна Городнова. Пахать и пахать! Я не хочу 10 часов в день работать. Я хочу 7 часов в день работать. Почему возмущаются работники одного сельхозпредприятия Алексеевского района? Альбина Слагараева. Безопасный отдых. Нельзя сказать, что у нас, допустим, не испытывается дефицит высококвалифицированных кадров. Испытывается очень серьезно. Как казанские отели готовятся к чемпионату мира по футболу, узнал Слават Мухаммадулиан. Республика приходит в себя после снегопада века. Порядка 600 единиц снегоуборочной техники еще на дорогах Казани. За ночь вывезено 17 тысяч тонн снега. Снегоплавильные камеры не справляются. Исполком просит о помощи. Пусть не копать вместе с дворниками. Так хотя бы не мешать уборке. Зачем водителям понадобится хороший слух, теперь знает Рамиль Шайдулин. Найти машину уже везение, откопать успех. Ренат Габитов от своей ласточки не отходит с утра. Надеется, что оживет. Вот видите, сколько снега-то. Даже, по-моему, больше, чем в Москве прошло, тут в Казани. В Москве, по данным мэрии, на уборку улиц выехало больше 16 тысяч машин. В Казани, по данным исполкома, почти тысяча. В итоге чистые дороги, но пока заснеженные дворы и обочины. Получается, снег чистили, и как бы образовалась сборка. Чтобы выехать, надо машину все почистить хорошо. Единственное, у меня выезд из дома очень сложный. А на центральную дорогу все почищено. Снегопады в Москве и Казани одинаково масштабные. Но если в Белокаменной жители явно недовольны работой ЖКХ, машины даже забрасывают яйцами, то казанцы относятся с пониманием к сложностям в работе коммунальных служб. Правда, к жителям есть просьба. Большая просьба к населению. Если техника работает, выйти и убрать машины, которые мешают. Не только наблюдать, но и помогать мэрии бороться со снегом. Убирать машины, чтобы заезжали грейдеры. В столице новый тренд на взаимопомощь. Я, конечно, уберу, потому что, ну как же, это же в нашу пользу. Куда ставить машину в данный момент, когда спецтехника работает? Опять-таки вопрос. В этот тетрис предлагают играть сообща, но с чего начать, пока не ясно. На вторые сутки после Бурана дворы и стоянки, и без того полны транспорта. Засыпанные машины и метровые сугробы. Такими казанские дворы остаются уже после снега по Калипсису. Но убирать это пока рано, считают коммунальщики, чтобы не делать двойную работу. Сначала крыши, потом все остальное. Управляющая компания просит набраться терпения. Скоро перейдут к тропинкам. Очистят здесь, потом накидают, а опять чистят. Так Казань продолжает бороться с последствиями метели. Рекордная по снегу стала такой же и по транспорту. Сотни грейдеров на дорогах. В столице продолжается план Буран. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сегодня движение по всем трассам открыто. Как сообщает Минтранс, сейчас на объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта и на мостах через реки обстановка нормальная. Напомню, что ныне из-за обильных осадков и сильного ветра в республике приостановили движение междугородних автобусов и отменили часть авиарейсов. Итоги метели. Татарстанский гидрометцентр официально сообщает. За три дня зима перевыполнила план. Такого снегопада не видели 140 лет. За сутки с небольшим снега выпало больше, чем за месяц. Самые большие сугробы в Казани на втором месте тетюши 25 миллиметров или 96% месячной нормы. Вот только техники здесь поменьше и убирать придется дольше. Если не унесет ветром, именно в тетюшах метель обернулась сильной бурей, и сила ветра превышает 25 метров в секунду. А вот все вестники снежного апокалипсиса разом, ветер, гололед и ледяной дождь на себя ощутили сразу четыре населенных пункта. Это Казань, Визовые, Кабицы и Дрожженое. Без горячей воды рискует остаться 200 жильцов дома на улице Гаврилова, Казани. Предупреждение об отключении прислали тепловые сети. В этом месте жильцы отказываются устанавливать индивидуальный тепловой пункт. И теперь горячее водоснабжение может прекратиться уже с 10 февраля. Так ли это и почему люди не хотят переходить на индивидуальный подогрев, разбиралась Анна Городнова. Не знаю, как будем мыть, тоже, наверное, будем греть. Новость об отключении горячей воды застала пенсионерку врасплох. Платит исправно около 2000 рублей за отопление горячую воду. С установкой теплового пункта, считает она, счета только увеличатся. Нас все устраивает. Вода устраивает. Вода идет очень хорошая, без задержки. Напор хороший. Не согласны с установкой индивидуального нагревателя в СЁТСЖ. Это 60 квартир, порядка 200 человек. Я не готов к этому раз, во-первых. Во-вторых, где здесь плюсы, где здесь минусы. На днях они получили письмо от казанских тепловых сетей. С 10 февраля котельную выводят из эксплуатации. Центральное горячее водоснабжение прекратится. Я скажу, не знаю, что это неправомерно, без законной, просто поездовок. Так как 1 метр должна была хотя бы уедомить меня, хотя бы за полгода. Без горячей воды жильцов не оставят. Прокомментировали нам в казанских тепловых сетях. Переписка с жильцами лишь предупреждение. Письма эти не носят какого-либо ультимативного характера. Эти письма всего лишь предупреждают о том, что с 10 февраля мы можем прекратить централизованное горячее водоснабжение. Но предлагаем альтернативу. Здесь установили индивидуальный тепловой пункт. Вот она, та самая альтернатива. Все дома, которые обслуживают КТС, с прошлого года начали переводить на индивидуальные пункты. Те, кто согласился, экономят на 20-30%. Отопление сейчас одинаковое. Что на 15 этаже, что на первом. А до этого первые этажи мерзли. В доме также установлен датчик погодного регулирования. Вся информация поступает вот на этот пульт управления. Сейчас за окном минус 3 градуса. Значит, температура в квартирах должна быть плюс 23. Но ТСЖ Гаврилова 38 с такой арифметикой не согласны. Ведь ЭТП нужно обслуживать. Это не совсем рентабельно. И не совсем экономически выгодно. То есть бьет по карману наших жильцов. 2000 в месяц платят за обслуживание жители дома на Гаврилова 20Б. По 33 рубля с каждой квартиры. Если их соседи 48-го дома на установку ЭТП не согласятся, принуждать их не будут. И котельную оставят. Но только за счет жильцов. Ведь мы должны понимать, кто будет котельную тогда обслуживать. И тогда эти дома будут нести колоссальные затраты. Если программа целенаправленно была нацелена на замену данной системы, чтобы облегчить жизнь в ТСЖ. В следующую тарифную кампанию мы будем заявляться с этими затратами. Естественно, все это будет отражено в тарифе для жильцов, которые захотели, чтобы централизованное горячее водоснабжение было сохранено. В Татарстане уже 50 тысяч квартир переведены на ЭТП в полном составе. И на котлы перешел поселок Урусу. По Казани на ЭТП планировали перевезти 1118 домов. Шесть домов не согласились. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Наши трудовые права нарушаются. С таким заявлением в трудовую инспекцию обратились сотрудники сельхозпредприятия Алексеевская. Они жалуются на переработку, отсутствие мест отдыха и на непредоставление копий трудового договора. По их словам, все поменялось с приходом нового руководителя. Что же на предприятии происходит на самом деле? Альбина Солгараева оценила рабочие будни сельчан. Здесь ничем не занимаюсь. Вот прихожу, ухожу. На такой режим работы Зинур Шемсудинов перешел недавно, после того, как написал заявление в трудовую инспекцию. Пока его не увольняют, но и работу не дают. Хотя его все устраивает. Зарплата в среднем 22 тысячи рублей, да и коллектив хороший. Но смотрим за коровами, а Пашем как кони, говорит он, показывает документ. Мы работаем 60 часов в неделю. Это статья трудового кодекса. Но он получает за эти 10 часов. Если у него есть претензии, он может прийти, правильно? Разобраться. Я не хочу 10 часов в день работы. Я хочу 7 часов в день работы. Вы поймите, это сельское хозяйство. Рабочий день увеличился с 7 до 10 часов после прихода нового руководства, подтверждают работники. У них тоже есть вопросы. Но, как нас заверили в отделе кадров, в эти 10 часов заложены завтрак, обед и полдник. До скольки? До полчетвертого. Потом я операция начинаю. Это под 10 часов, да, вы здесь проводите на работе? Скажите, пожалуйста, а вот говорят, есть завтрак, полдник, обед. Это правда? Ну, есть, наверное, я обедаю только. 5 часов приезжаем и 5, 6, 7 минут только приезжаем домой. Вас устраивает? Ну, а куда деться? 6 часов приезжаем только. Пока заводим, пока трактора еще на заправку едем. После этого... До скольки работаете? Ну... До сколько заканчивается работа? До 4 уже уезжаем. А пока Зинуршим Судинов ведет борьбу за свои права, трудовая инспекция уже отреагировала на коллективное заявление. Проводится проверка внеплановая в отношении работодателя народное предприятие Алексеевское. По результатам проведенной проверки будет дан, скажем так, соответствующий ответ, установлен в законном сроке. Народное предприятие Алексеевское входит в общество с ограниченной ответственностью Хузангаевское. Предприятие довольно успешное. Здесь работает 300 человек, все жители местных деревень. Как выяснилось, компания у трудовой инспекции уже штрафовала за нарушение охраны труда. Что же будет по новому заявлению, выяснится в конце февраля. Если вопрос не решится, работники намерены идти в прокуратуру. Альбина Слагареева, Амир Залюшев, ТНВ, Алексеевский район. Почти магазин на диване. В Бавлинском районе Радость, в селе Сальхово, открылся свой собственный магазин. До этого автолавка приезжала раз в неделю. Он был построен в рамках республиканской программы. Изобилие прилавка оценила Светлана Звонарева. Открытие нового магазина, это всегда праздник. Праздник сегодня пришел из села Салихово. Магазина здесь ждали давно. До сегодняшнего дня продукты и товары привозили автолавки. Теперь все необходимое можно будет приобрести без суеты, в шаговой доступности и по приятным ценам. Закупочные цены будут заведены здесь. Будет специальный трафарет, на котором вы будете видеть, почем и какие цены. Ну и просьба такая, что по заявкам этот магазин будет обеспечить вас строительными материалами, будет обеспечить бытовой техникой, любой ваш заказ. Единственное, что гарантирую, как руководитель, что цены будут ниже, чем городские. Особенно рады новому магазину пенсионеры. Ракье Ибрагимовой 90 лет. Иногда она просто в силу возраста не успевала к автолавке. Теперь может идти за покупками в любое удобное ей время. Сегодня она первый покупатель. Подобные стационарные торговые точки строятся в населенных пунктах с количеством более 100 дворов. В селе Салихово проживает 140 человек. С появлением магазина, говорят сельчане, они избавились от многих неудобств. По большей части дети привозили нужные вещи. Приезжали автолавки на улицу, там покупали. Ждать приходилось на холоде, мерзли. Для нас сегодня большой праздник. Модульный магазин в Салихово стал 53-м в республике и первым в Бавлинском районе, построенном по республиканской целевой программе, сельский магазин. Светлана Звонарева, Индира Сайфулина, Айдар Графуддинов, ТНВ, Бавлинский район. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Свершилось то, что долго ждали. Выступать как независимые наблюдатели. Как общественные наблюдатели будут контролировать президентские выборы, узнал Дмитрий Аринин. Татарстан расправит крылья. Забегая вперед, скажу, что мы планируем открытие новых рейсов. Куда можно будет улететь напрямую из республики уже в этом году, Лина Зинатольевна. Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву Рустам Яниханов провел ряд двусторонних встреч. В частности, с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Говорили о выполнении совместных профильных программ, а также о взаимодействии Татарстана и Минпромторга. Напомним, министр посещал Татарстан в январе текущего года. Денис Мантуров осмотрел ряд казанских предприятий и их продукцию. Речь идет о опытно-конструкторском бюро имени Симонова и казанском авиационном заводе имени Горбунова. Министр экономики Татарстана Артем Сдунов может переехать в Дагестан. Об этом сообщает РИА Новости. Его кандидатуру предложили на должность премьер-министра республики. Напомним, правительство Дагестана после ряда коррупционных скандалов было отправлено в отставку. Кандидатуру Артема Сдунова на пост премьера Дагестана рассмотрят завтра. В Татарстане на этих президентских выборах на все избирательные участки планируют отправить общественных наблюдателей. Так воплотят в действие новшество федерального законодательства. Следить за ходом голосования смогут не только наблюдатели от кандидатов в партии международных организаций, но и независимые представители гражданского общества. В свой взгляд на это нововведение участники выборов сегодня высказали на ток-шоу. Как глаз общественности на голосовании должен отразиться, узнал Дмитрий Аринин. Мы пришлем его и в электронном виде. Увидеть, что происходит на избирательных участках и проконтролировать этот процесс общественникам еще только предстоит научиться. В истории стороны такое наблюдение будет впервые. Правозащитники от этой законодательной новеллы ждут счастливого конца, максимально честных выборов. Раньше была возможность быть наблюдателями либо от кандидатов, либо от политических партий. И нас могли упрекнуть в ангажированности. Сейчас, благодаря новшествам в избирательном законодательстве, мы имеем возможность представлять институты гражданского общества и выступать как независимые наблюдатели, добиваясь чистоты, прозрачности и законности избирательных процедур. Общественная палата Татарстана собирается отправиться к представителям на все избирательные участки. А их в республике на президентских выборах будет 2817. У нас в каждом муниципальном образовании есть общественные организации, есть там свои представители. И я думаю, мы их подготовим для того, чтобы они смогли понаблюдать непосредственно, не заинтересованно, не ангажировано ни с какой политической силой за этим процессом. Общественные наблюдатели смогут следить за ходом голосования, подсчетом голосов и получить копию протокола. В Центре избиркомии Татарстана готовы создать все условия для такого наблюдения. Участковая избирательная комиссия всех размещает, чтобы у всех был доступен визуальный контроль, наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов. Сегодня на встречу были приглашены руководители предвыборных штабов всех кандидатов в президенты. У меня такое ощущение, что я здесь присутствую в такой роли адвоката дьявола. Общественные наблюдатели. В принципе, идея правильная, она хорошая. То, что наблюдателей не надо подавать теперь за три дня. И решение по камерам. Это тоже безусловный плюс. Хотел бы поблагодарить за приглашение. И хотел бы сказать, что в принципе мы приветствуем то, чтобы на участках было больше наблюдателей. И общественная палата, в принципе, я считаю, достаточно правильное решение, если она будет тоже наблюдать. И будем надеяться, что наблюдать будет действительно независимо. Сейчас в общественной палате республики уже создана рабочая группа, которая будет заниматься отбором и обучением своих наблюдателей. Ждут, что дело пойдет впрок и будет прочная уверенность в результатах выборов. Дмитрий Аринин, Ринасафин, ТНВ, Казань. ЦИК сообщает, Владимира Путина сегодня зарегистрировали как кандидата в президенты России. Он стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей. И третьим зарегистрированным кандидатом. До этого были зарегистрированы Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями. Всех кандидатов на пост президента, чьи подписи проверил избирком, зарегистрируем, пообещала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, у каждого есть нарушение, но никто не превысил допустимый процент брака, 5%. В подписях за Путина самый маленький процент, 0,39%. Памфилова назвала беспрецедентным случаем то, что все кандидаты успешно прошли процедуру проверку подписей. В итоге в избирательном списке ожидается 8 кандидатов. Напомним, ЦИК рассматривает документы в том порядке, в котором подавали их кандидаты. Проверка подписей окончена, следующий этап – регистрация. Завтра ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Григория Явлинского, Бориса Титова, Сергея Бабурина, 8 февраля Ксении Собчак и Максима Сурайкина. К выдвинутым кандидатам, чьи подписи мы проверили, никаких других, ну скажем, негативных оснований для того, чтобы подвергать регистрацию, нет. Это и фактически, ну, я сейчас не хочу предугадывать, но я думаю, что фактически у них у всех шансы быть зарегистрированы, потому что иных оснований не регистрироваться, нет. Из Челнов в Тунис, из Казани в Болонию. В Татарстане в этом году откроют больше десятка новых направлений прямых авиарейсов. За 2017-й пассажиропоток международных аэропортов в Казани-Бегишево уже перевалил за 3 миллиона. Каким новым горизонтом полетит гражданская авиация, расскажет Лина Зинатулина. Встречают в Казанском аэропорту все больше пассажиров. В прошлом году только успели отметить рекорд в 2 миллиона, как поток перевалился от 2,5. Не стоит на месте и спрос на новые направления. К слову, уже сегодня больше половины вылетов за пределы страны. Самые популярные – Франкфурт-на-Майне, Прага и Бангкок. Мы в два раза увеличили пассажиропоток на международных рейсах. 72 направления, по 72 направлениям выполнялись рейсы, 37 из них было международных. Еще больше дальних перелетов в этом году без пересадок в Тбилиси, Батуми, Минск, турецкий город Газипаша и итальянскую Болонью. А у казанцев уже есть идеи для новых прямых направлений. В Красноярск он летал в Москву, то есть пересадка была. В Америке, конечно, а то и все у нас через Москву, через Москву. А это тоже и время, и деньги. В Турции было в течение недели 14 рейсов. Сейчас меньше стало, это можно увеличить. Этим как раз занялись уже в аэропорту Бегишево. Самолеты в Анталию в этом году начнут летать 10 раз в неделю. Откроются рейсы в турецкий Даламан и Тунис. Работают не только на внешний, но и на внутренний рынок. Первой ласточкой с нового года стал рейс в Нижний Новгород три раза в неделю. А с 6 марта можно будет улететь на курорт Минеральные воды. Впереди северная столица и Екатеринбург. Почти 600 тысяч пассажиров в год. Это вопрос и транспортной доступности. В Бегишево едут сразу из нескольких городов. В прошлом году запустили шаттл до Челнов. А к лету такое сообщение свяжет аэропорт и с Нижнекамском. А с самолетом станция техобслуживания. В этом году современный центр откроется в ангарном комплексе. А уже сейчас в Бегишево быстрее всех в России обслуживают Боинги. Чем меньше самолет находится на земле, тем больше денег он принесет. За 25 минут высаживают 190 пассажиров, выгружают их багаж, сажают 190 пассажиров на вылет, загружают их багаж. За это же время успевают заправить воздушное судно. В обоих аэропортах построят и новые терминалы для пассажиров. В Бегишево трехэтажный комплекс заложат уже в этом году. На 2020 запланировано открытие. В Казани же рассматривают варианты проектов и о сроках говорить пока рано. Лена Зинатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Камера, рентген, добро пожаловать в отель. Спокойствие постояльцев, учет иностранцев и планы эвакуации. Как ательеры будут обеспечивать безопасность Дни чемпионата мира по футболу? Что нужно успеть еще сделать? И как перевооружить гостиницы? Все это сегодня обсудили ательеры и эксперты, которые будут контролировать места проживания туристов. Так как же будут охранять болельщиков? И почему в объектив попадут все без исключения? Узнал Салават Мухаммадуллин. Собираясь на матч чемпионата мира, будьте готовы к мировым стандартам безопасности. На входе всех отелей вам придется пройти через металлодетектор и, конечно, воспользоваться рентгеном телевизионной установки. Система видеонаблюдения в отелях функционирует уже по умолчанию. Вот здесь, например, больше 700 камер. Ваши передвижения будут под взором ради вашей же безопасности. При необходимости их предоставят полицейским. Они, в свою очередь, обращают внимание ательеров на планы эвакуации. В свете недавних телефонных атак террористов этот вопрос на особым контроле. Отели, на самом деле, бывают самые разные. То есть бывают на 15 номеров, а бывают на 300 номеров. И очевидно совершенно, что и с точки зрения возможности по обеспечению безопасности, они абсолютно обладают разными возможностями. МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, прокуратура, Роспотребнадзор. Отрадно, что диалог получается достаточно живой. Этот и вопросы Санпина, квалифицированных кадров, постановки на учет иностранцев и логистики сегодня обсудили на конференции по безопасности. Во время проведения чемпионата также будет усилиться охрана. Все есть, кнопка, также в каждом номере есть информационные листки, то есть как себя вести при пожаре. Так предстоящий Мундиаль должен пройти без чрезвычайных происшествий. А болельщики других команд убедятся в безопасном сервисе и, возможно, вернутся в Казань уже без особого повода. Слава Пахмадулин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Звездная работа. Владимир Путин подписал закон об обязательном присвоении звезд гостиницам, пляжам и горнолыжным курортам. Заселять постояльцев и рекламировать отели без классификации будет запрещено. Так планируется создать благоприятные условия для туристской индустрии и реализовать государственную политику в сфере туризма. Изменятся ли теперь цены на гостиницы и как сложились звезды для татарстанских отелей, узнал Рамиль Шайдулин. Количество звезд теперь обязательная визитная карточка отелей. Для республики это не в новинку. Все 367 мест для размещения уже прошли пятиугольную классификацию. Из них 5 звезд 5 единиц, 4 звезды 24, 3 звезды 56, 2 звезды и 1 это 77. Обратить внимание на новый закон обязательно придется новичкам гостиничного бизнеса. При этом спекулировать ценами из-за этого не получится. Классификация она ведь давно уже существует. Просто раньше она была добровольная и многие отели делали ее из именно коммерческих соображений. Отельеры новый закон поддержали. Классификация проводится в течение двух дней. А вот репутационные риски раньше решались годами. В этом отельеры и видят плюс. Так бывает, к сожалению, что турист приезжает, они рисуют три звезды. На самом деле он не соответствует трем звездам. И, собственно, это создает в том числе и для самого Татарстана достаточно неблагоприятную репутацию. Я считаю, что это огромный плюс, поскольку повышается качество обслуживания наших гостей, соответственно уровень сервиса. На повышение качества надеются и татарстанцы, отмечая при этом финансовую сторону вопроса. То есть человек будет знать, куда ему лучше, на какие деньги, на какие услуги рассчитывать. Я считаю, что это очень полезное нововведение. Для туристов, наверное, будет в некотором случае. Сколько у меня денег в кармане, и я смотрю, сколько там звезд. Беззвездные гостиницы продолжат работу, но теперь их сервис будет проверяться контролирующими органами каждые три года. Рамиль Шайдулин, Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. И возвращаясь к первой теме выпуска. Супергерои в погонах или унесенные ветром. Аномальный снегопад привнес настоящие казусы в работу сотрудников ГИБДД. Социальные сети облетели видеоролики с их участием и уже набрали тысячи просмотров. С героями снежного апокалипсиса пообщался Сергей Хайдаров. Игорь, может вдвоем и туда? Бесполезно? Еще утром этот дедушка, наверное, и не подозревал, что его будут носить на руках. Да еще и стражи порядка. Не думали об этом и автоинспекторы, когда увидели человека, пытающегося перейти дорогу. Мужчина с трудом передвигался на костылях. Сотрудники ГИБДД, как супергерои, мимо проехать не смогли. Я не могу проехать мимо или пройти таких ситуаций. Капитан полиции Игорь Громов пришел на помощь коллегам. Но помощь понадобилась уже на подходе. Подойдя к нему, я спросил, сможет ли он перейти. Мы с ним вместе попробовали это сделать. Но в связи с обледенением проезжей части и большой заснежности дороги, ему это самостоятельно, у него это не получилось сделать. Вот и взял инспектор деда на руки. И такое ему не впервой. У отца автоинспектора инвалидность. И Игорь знает, как сложно порой бывает без посторонней помощи. Такой поступок уже окрестили настоящим подвигом в социальных сетях. Молодец, настоящий мужчина. Красавчик, лично я горжусь такими госслужащими. Достоин уважения. Человек в надежных руках. Интернет-супергероем стал еще один татарстанский автоинспектор. Это произошло на трассе М7. Аномальная метель застала сотрудника ГИБДД на посту. Раз за разом, унесенному ветром, приходилось с трудом. Но возвращаться обратно. Все эти ролики вызвали огромный интерес у интернет-пользователей. А их герои только положительные эмоции. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. И далее информация более подробная о погоде на завтра. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет 21.30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Сегодня Рубин провел заключительный матч на турецких сборах в Белике. Команде Курбана Бердеева противостоял ДВТК из Венгрии. В зимний период контрольные встречи Рубина проходят с минимальным количеством голов. До этого казанцы сыграли в ничью с ташкентским локомотивом. И победили Богемин со счетом 1-0. Матч против Тромса завершился с таким же результатом, только в пользу соперника. Вот и сейчас с венграми Рубин не смог использовать свои моменты в первом тайме. Забить получилось только во втором отрезке. Максим Канунников и Аслан Бексикоев установили окончательный счет 2-0. В хорошем настроении Рубин возвращается домой. К другим темам юниоры наступают на пятки основной команде. Баскетбольный резерв Татарстана готовит смену униксу. Сразу шесть лучших юношеских команд республики выявляли между собой сильнейшего. В этом году в Казань приехали команды из Набережных Челнов, Арска, Дюс-Швахитовского района. И два коллектива представляли столичный клуб. Как и в прошлом турнире, судьбу золотых медалей решали уникс и уникс юниор. Победа досталась дружине основного клуба. И счет в противостоянии школ сравнялся 1-1. Присутствие рядом игроков основного состава уникса очень мотивирует начинающих баскетболистов. Уникс планирует в год проводить 2-3 турниров для детских команд, чтобы выявлять перспективных ребят, которых тренера будут брать на заметку. Продолжается борьба за Кубок Братины в высшей хоккейной лиге. На эти матчи пауза в Олимпийских играх пока не повлияла. Альметьевский нефтяник на своей площадке принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга. Обе команды очень активно начали встречу. Извлечь выгоду из своих действий удалось гостям. Соперник провел в три шайбы. Размочить счет Альметьевса смогли только в третьем периоде. Настойчивые атаки и мощный прессинг привели к голу Данилова и Водина. Чуть позже он же и Алексей Ложкин вывели на бросок Александра Сумина и окончательный счет стал 2-3. Завтра команда Татарстана принимает дома «Буран» из города Воронеж. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Спонсор показывает изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Закажите в феврале со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. Погода – самая обсуждаемая тема последних дней. Ведь то количество осадков, которое выпало за прошедшие сутки, не наблюдалось уже очень много лет. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в угольне Бавлы-Ознакаево, по-прежнему пасмурно, местами небольшой снег и 6 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге сильные снегопады прекратились. Минус 4, местами небольшой снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно и снежно. Также 4 градуса мороза. Жители северо-запада республики ожидают облачную погоду. Местами небольшой снег и минус 5. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Држаном до 9 мороза. Также с небольшим снегом. В центральных районах, в Чистополе, Альмейкерске, Мамадыши, пасмурный циклон. Местами небольшой снег и минус 4. В последующие дни станет прохладнее. Одевайтесь теплее, берегите себя. В Казани облачная погода с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус 8, минус 10. Ветер южный слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова